Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 27.37. Расстояние между станциями равно 240 километров. Из пункта B по направлению к А вышел поезд. Давайте запишем. Первый поезд вышел со скоростью. Обозначим его скорость х километров в час. Через 30 минут навстречу ему вышел другой поезд, скорость которого на 12 километров больше. Второй поезд шел со скоростью х плюс 12 километров в час. Найдите скорости поездов, если известно, что они встретились на середине пути между А и Б. Тогда путь первого С1 равен 240 на 2, 120 километров. Точно так же, как путь второго С2 тоже равен 120 километров, они встретились на середине пути. Первый поезд потратил время Т1 на прохождение этого расстояния, а второй потратил время Т2. Известно, что второй поезд вышел через 30 минут. То есть первый поезд затратил время не больше. Т1 минус Т2 равно 30 минут. Ну, во-первых, запишем, что 30 минут – это 1 вторая часа. Так, теперь время Т1 чему равно? Время Т1 равно пути разделить на скорость, на х. То есть равно 120 разделить на х. Время Т2 равно 120, но разделить на скорость х плюс 12. Теперь подставляем эти выражения для Т1 и Т2 вот в это уравнение. И получаем уравнение 120 разделить на х минус 120 разделить на х плюс 12. И это все равно полчаса, 1 вторая часа. Нам нужно решить это уравнение. Для этого мы все перенесем влево. Ну, 1 вторую перенесем влево. Она будет с минусом равно 0. Теперь нам нужно привести к общему знаменателю. Общий знаменатель будет 2х и умножить на х плюс 12. Тогда дополнительный множитель к первой дроби 2 на х плюс 12. Ко второй дроби 2х и к третьей дроби х умножить на х плюс 12. Что у нас в числителе получается? 240х и плюс 240 умножить на 12. Не будем пока умножать. Минус 240х и минус х в квадрате минус 12х. И все это равно 0. Приравняем 0 числитель. При этом у нас 240х плюс 240х с минусом можно сократить. И у нас получится 240 умножить на 12 минус х в квадрате минус 12х равно 0. Или, если мы все разделим на минус единицу, ну и поменяем местами слагаемые х в квадрате плюс 12х и минус 240 умножить на 12 равно 0. Теперь решаем это уравнение. Х первое, второе будет равно минус b. Это минус 12 плюс минус корень квадратный из. Так и запишем. 12 в квадрате минус 4а и с это минус 240 умножить на 12. Значит, знак здесь поменяем на плюс. И разделить на 2. Это будет равно минус 12 плюс минус. Что у нас под корнем? Под корнем мы 12 в квадрате можем вынести за скобку. От первого слагаемого останется единица, что останется от второго слагаемого. Но 12 мы вынесли и 240 разделим на 12. Это будет 20. Значит, 20 на 4 – 80. И разделить на 2. Это будет равно минус 12 плюс минус. Извлечем корень из 12 в квадрате. Это 12. В скобках у нас 81. Это 9. 12 на 9 – это будет 108. И разделить на 2. Тогда х первое будет равно минус. 120 разделить на 2 минус 60. А х второе будет равно плюс 96. Ну, корень х первое равно минус 60. Здесь нас не устраивает, потому что х – это скорость поезда. Она не может быть отрицательной. Остается корень х равно 96. А, нет, не 96 разделить на 2 еще. 96 на 2 – это будет 48. Так, тогда скорость первого поезда 48 км в час, а скорость второго поезда х плюс 12 равна 48 плюс 12 – 60 км в час. Ну и запишем ответ. Задача спрашивалась. Найдите скорость поездов. Скорость поездов 48 км в час и 60 км в час. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует...